Итак, следующий бой, который нас ожидает, это очередной женский бой, третий и седьмая номера рейтингов, Алексис Дэвис, Кэтлин Чукагян, ну, тоже здесь такое относительно интересное противостояние. Также, Алексис Дэвис имеет, ну, весьма такой неплохой в UFC послужной список, как мне кажется, после того, как она вообще пришла в эту организацию, она проиграла только Ронди Роузи на тот момент чемпионки, да, и проиграла Саре Макман. Помимо этого, она выиграла достаточно неплохих спортсменок, и, ну, стоит заметить, что вот в крайнем бою одолела Лиз Кормуш, которую она уже выиграла до этого, и до этого она выиграла Сару Кауфман, а я отмечу, что вообще она в своей карьере уже дважды проигрывала Саре Кауфман, но вот смогла, наконец, взять у нее реванш, и сейчас идет на стрики из двух побед подряд решением. Противостоять ей будет Кэтлин Чукагян, которая обладает, ну, вполне себе хорошим рекордом, 10-1, ну, конечно, несмотря на то, что у нее, ну, по большому счету, тоже неплохой уровень оппозиции, но все-таки он однозначно хуже, чем у ее соперницы. Она как раз проигрывала Лиз Кормуш, это ее единственное поражение с плитом. Ну, вообще, до UFC в ее послужном списке разве что пару имен можно выделить, это Сиара Юбенс и Мелинда Фабиан, это обе спортсменки сейчас в UFC. Сейчас также Кэтлин Чукагян идет на стрики из двух побед подряд. Она выиграла и Реналдану с плитом, и выиграла Мару Ромеро Борелло единогласным решением. Ну, собственно, Чукагян как раз любит в основном в стойке проводить бои, и именно с Лиз Кормуш у нее в этом плане были некоторые проблемы. Ну, а здесь она идет фаворитом. За 1,63 ее выставляют букмекеры, более, скажем, опытную спортсменку Алексис Дэвис. Она сейчас идет за 2,2. Андрюх, что ты думаешь здесь? Здесь типичное противостояние ударника и грэпплера. Как бы никаких сюрпризов нет. Единственное, кроме того, что эти девушки достаточно стабильны в своих навыках и показывают достаточно, ну, такие постоянные выступления с точки зрения своего уровня и скиллов. Поэтому здесь, я думаю, никаких сюрпризов быть не должно. Кейтлин Чукагян является такой очень продвинутой ударницей по меркам женского дивизиона. У нее прекрасные руки и отличная антропометрия для ее стиля. Но при этом у нее слабая сторона. Это ее защита от тейкдаунов и, в принципе, грэпплинг. На спине она работает очень, скажем так, вяло. Тогда как Алексис Дэвис именно в этом компоненте очень сильна. У нее черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и весьма-весьма такие неплохие тейкдауны. Как-то уже ранее отметил, победила она Лиз Кормуш именно в грэпплинге. И я не знаю, на самом деле мне сложно сказать об уровне Лиз Кормуш как грэпплера, потому что я никогда не оценивал высоко ее навыки. Но при этом ее физическая сила не оставляет желать ничего лучшего. И чтобы с таким сильным оппонентом бороться, нужно определенно навыки иметь. И, соответственно, я думаю, в этом бою это скажется определенно. И Алексис Дэвис, если все сделает правильно с точки зрения геймплана, поставит себе цель проводить тейкдауны и удерживать соперницу на земле, победу в этом бою она одержит достаточно просто. Ну да, мне здесь особенно нечего добавить. Я тоже думаю, что если грамотно подойдет Алексис Дэвис к этому бою, то полагаю, что у нее все-таки больше шансов на победу. И следующий бой, это бой, который будет закрывать ранние прелимы. Здесь у нас противостояние двух ударников. Джон Макдесси, Рос Пирсон. Ну, опять же, это такие спортсмены, которые уже достаточно долго выступают в организации UFC. И, в принципе, уже показали, на что они способны. Макдесси последнее время, ну, можно сказать, что чередует победы и поражения. После вот такого весьма жесткого избиения от Дональда Сирони, он проиграл сплитом Янси Мидейросу. Ну, прямо скажем, там, такое весьма спорное решение, близкий бой. Затем сумел выиграть Мегди Багдада. Затем было опять поражение, причем весьма жесткое поражение от Лэнда Ваната нокаутом. И вот в крайнем бою он сумел реабилитироваться, выиграл Абеля Трухилию решением. И сейчас встречается с другим, можно сказать, уж тоже таким ветераном Росом Пирсоном, которому сейчас 33 года. Ну, вот до предыдущего боя у Пирсона такой достаточно был затяжной лустриг. Четыре поражения подряд. Он проиграл Виллу Бруксу, Хорхе Масфидалю, Стиве Рею и Дэниелу Хукеру, причем Хукеру проиграл нокаутом. Ну, тоже ему удалось заполучить победу в своем крайнем бою. Выиграл Мизуту Хироту решением. В общем, ну, как я и сказал, здесь такое, как мне кажется, будет противостояние в стойке, противостояние двух ударников. Рос Пирсона, несмотря на то, что вот у него такие, ну, такие, такая затяжная была серия из поражений, он в любом случае себя неплохо показывал, даже в этих боях. Поэтому здесь должно быть интересно, как мне кажется. Макдесси идет за 1,57, Рос Пирсона у нас андердог, 2,35. Андрюх, как ты считаешь, кто здесь одержит вторую свою победу подряд? На самом деле ты прав, конечно. Рос Пирсона действительно во всех своих боях выглядел неплохо. Даже в Элтервейте с Хорхем Асвидалем он был на грани поражения, но в остальном он достаточно неплохо провел тот бой. Поединок со Стиви Рэем был достаточно близок. И здесь мне тоже сказать нечего по поводу этого. И с Виллом Бруксом он себя неплохо показал. Хотя, с учетом того, что Вилл Брукс не слишком хорошо себя проявил в UFC, он по-прежнему остается неплохим спортсменом. И поэтому это поражение Росу Пирсона также особо учитывать не будем. Единственный, кому он прям жестко проиграл, это Дэн Хукер. Но, как мы сейчас можем заметить, Дэн Хукер достаточно, ну мягко говоря, достаточно, неплохо себя показывает в легком весе, нокаутируя одного за другим своих оппонентов. Но Джон Макдесси, как мне кажется, он стал заложником своего же стиля сейчас, поскольку он не молодеет. И всегда его стиль основывался на том, чтобы использовать свой хэд-мувмент и передвижение по октагону, тем самым избегая ударов соперников. Сейчас свою реакцию несколько притупилась. И, несмотря на то, что он по-прежнему достаточно успешен в стойке, рано или поздно удар этот он пропускает. И челюсть, которая уже не может держать такие удары, дает сбой. И, соответственно, Джон оказывается на конвасе. Так было в бою с... Блядь, с кем же так было в бою? С Мехди Богдадом так было в бою. С этим, с гавайцем, как его там, блядь? С Мидейросом. С Ян Семидейросом, да. Вот такая вот ситуация, короче, ребят. Мы здесь имеем технически более превосходящего Джона Макдесси, который работает не чисто в боксерской стойке, как Рос Пирсон. И немножко побыстрее в скорости, мне кажется. Но при всем при этом, немножко с притупившейся реакцией. Рос Пирсон же по-прежнему остается в своей форме. Я не знаю, я не вижу каких-то особых спадов по нему. Он все такой же агрессор, так же идет вперед, так же боксирует. Ну, в принципе, такой достаточно ровный бой. И я бы не стал выставлять здесь Джона Макдесси таким явным фаворитом. Думаю, то, что коэффициенты должны быть немного ближе, поскольку единственный удар Роса Пирсона, дошедший до цели, может завершить этот бой досрочно. Вот и все. Ну, в принципе, да. Рос Пирсон, по большому счету, всегда показывает то, что он показывает, ну, то есть весьма такую нормальную форму. И, как я и сказал, достаточно неплохие выступления, даже проигранные. И поэтому я здесь тоже с тобой согласен в плане того, что, ну, немножко коэффициенты не совсем отражают, как мне кажется, действительность. И, в принципе, я здесь от себя поболею за Роса Пирсона. Ну, а мы перейдем к следующему.